Сдачу в эксплуатацию очистных сооружений в поселке Искатели снова перенесли, на этот раз до сентября. Напомню, строительство началось еще в 2013 году. Сдать объект стоимостью более 400 миллионов планировалось еще два года назад, но воссыны не там. Почему, расскажет Александра Литкова. Комплекс очистных сооружений площадью в полторы тысячи гектаров и производительностью в две с половиной тысячи губометров в сутки состоит из производственного корпуса с двумя цехами биологической очистки, административно-бытового корпуса и вспомогательных объектов. Кроме этого, проектом предусмотрена модульная газовая котельная и сетка газопровода. Последние два объекта стали камнем преткновения. Ну, естественно, если вопрос сегодня с газом не решен, то, естественно, котельная там работать не будет. Естественно, они принимать ничего пока не могут. Поэтому, естественно, что перенесли на уже более, так сказать, весенние месяцы, где потеплеет. И планируется, значит, потом уже часть отходов направлять уже к ним туда. Приемный бункер. Так они начнут пуск и наладку. Пусконаладочные работы займут около полугода. Для их начала нужно определить компанию, которая будет заниматься эксплуатацией очистных сооружений. Пока неизвестно, будет это ПОК-ИТС или Ненецкая коммунальная компания. Сейчас на объекте никого из компаний подрядчика нет. А заказчик строительства, муниципальное казенное учреждение «Северное» от комментариев отказался. Недавно мы получили письмо с разъяснением, что в принципе, что в мае месяцы будут запускать. До этого вопросы решат все, я имею в виду, все технологии, которые возникают. И где-то в сентябре намечается уже задача эксплуатации окончательно. С октября прошлого года вывозом жидких отходов из поселка Искателей занимаются четыре управляющие компании. Основную нагрузку выполняет поселковая служба заказчика. Увеличился, скажем так, объем техники, которая привлекается, ввиду увеличения транспортного пути до города, до очистных сооружений. Ну и, соответственно, увеличилось количество машин, которые привлекаются. Сейчас у нас работает порядка 11 автомобилей. Пять автомобилей, которые у нас на предприятии работают. И шесть автомобилей мы привлекаем подрядчиков. Очистные сооружения для поселка, как считают его жители, жизненно необходимы. С их вводом в эксплуатацию появится возможность активизировать строительство новых домов и социальных объектов, а также улучшить качество воды. Люди бы работали, и нам это насколько легче, если вот тут надо, предупрежали нас, что будет повышение. Мы сейчас будем платить, мы платим больше. А так было бы тут, мы бы меньше платили, уже не столько, сколько, ну вот сейчас платим. Сейчас уже платим почти 200 рублей за, ну как, ну закуп или как вот это считается там, почти вот это, и сколько вот. Видите? Конечно, это накладно для пенсионеров. Даже если очистные все-таки начнут работать в полную силу, платить жителям придется ту же сумму, что и сейчас. Все потому, что в поселке нет общей канализационной системы. Проект ее строительства был одобрен и передан централизованному стройзаказчику еще в 2015 году. На его выполнение потребуется свыше миллиарда рублей.